Мое почтение, друзья, имеется вот такой мечик, мечик времен комсомола М10 шах стандартен. Именно этот инструмент и будет играть роль, главную роль в нашей самоделке. Для начала произведем очистку. Данную работу буду производить всем привычной металлической щеткой. С помощью щетки я удалю загрязнения и остатки полувековой стружки, которая имеет место быть между витками, между режущими витками. Во-вторых, красота, эстетика должна быть. Теперь хоть приятно в руках держать, дальше нам потребуется удлиненная гайка 8 мм. Диаметр этой гайки составляет 12 мм и 75 мм. Наша задача сделать здесь небольшой поясок и обточить его до диаметра 11-12 мм. Токарные работы я буду производить при помощи дрели. Очень часто многие подписчики мне пишут, что вот, конечно, у тебя станки есть. Ставя наличие станков мне как бы в упрек. Мне упреки не страшны. Просто интересно повозиться с этой самоделкой без токарного станка. Клеопатра заклепала, помогай. Наша деталь готова. Рассверлю отверстие до 8 мм на длину вот этой вот детали. То есть, по сути, просто удалю резьбу, которая там есть. Срежу витки. Звук такой. Словно бабушка с дедушкой на старом диване развлекаются. Надо будет смазать тиски обязательно. Мероприятие я произвожу на незначительных оборотах. Постепенно. При больших оборотах есть вероятность закусывания сверла и даже его поломки. Это нам не нужно. Сразу же полученную деталь отрежем. За что люблю эти тиски всей душой, так это за возможность поворота головы зажимной. Очень удобно. Подровняем, чтобы было ровно. Это очень важно. Вот так деталь выглядит при близком рассмотрении. Юпочка. А вот это самое колечко нам необходимо надеть на метчик. На наш метчик. Сразу оно сюда не зайдет, поскольку здесь диаметр немного больше, чем здесь диаметр. Здесь 8 мм, здесь где-то 8,5 мм. В этой связи немного обточу грани квадрата, необходимого для метчикодержателя. С помощью алмазного надфиля. Простой напильник эту сталь не возьмет. Идеально. Займемся последней деталью нашего инструмента. Отрезок длинной гайки. Бывшей длинной гайки, которую мы немного укоротили. Выровняем здесь, вот эту плоскость. Важно, чтобы она была ровной. И закруглим. Бабушка с дедушкой больше не развлекаются. Смазал тиски, поскольку их не скрежет, будет соседей. Последнее, что предстоит сделать, это обточить немного под конус хвостовик. Буквально чуть-чуть. Сделаем это на наждаке. Можно и на наждачной бумаге, на чем удобней. Для того, чтобы собрать инструмент, понадобится вот такая деревяшка. С просверленным на некоторую глубину отверстием 10 мм. И устанавливаем мячик в отверстие. Рокировка. Юпочка. Проверяем. Проверяем. Нужно, пожалуй, снять окалину, чтобы выглядело посимпатичней. К слову, для надежности я бы еще капнул туда сварки, но сварки у меня нет. Поэтому и пришлось на горячую насаживать. Быстренько почистим. Что же это за чудо-мега такой инструмент, задастся вопросом зритель. На самом деле все очень просто. Это поправлятер резьбы обыкновенный. Назовем его так. Есть у меня один знакомый, хороший, занимается ремонтом автомобильной и мототехники. И очень часто ему необходимо выкручивать, закручивать, демонтировать различные узлы. Соответственно, эти узлы крепятся древними, покрытыми ржавчиной болтами. И вот ему необходим этот инструмент. Вот он меня и попросил, говорит, Антоха, выручай, сделай что-нибудь. Почему не использовать обыкновенный метчик, спросите вы. А все очень просто. Сейчас я вам объясню. Итак, давайте предположим, что это у нас какой-нибудь кронштейн. И в нем имеется резьба, в нашем случае М10. Или гайка приваренная, например. При этом наша условная гайка имеет повреждения. И мы такие, опа, хотим прогнать резьбу метчиком. Я кручу ключом, поскольку где-то запропастился метчикодержатель. Неохота тратить время на его поиски. И вот мы практически прошли резьбу. Резьба восстановлена. И метчик выпал. Естественно. Именно с такой проблемой столкнулся мой знакомый. Я хрен его знает, что он делал. Он детали мне не рассказывал. Но, в общем, была какая-то емкость, я так понял. И была резьба. И он крутил, крутил, крутил. И метчик, соответственно, провалился в эту самую емкость. Наше же изобретение. Этого недостатка лишено напрочь. Все, резьба восстановлена. Но метчик туда провалиться не может. Мешает пружина. И юбка. Пружина выталкивает. Приятным бонусом, о котором стоит упомянуть, является возможность работы трещоткой, рожковым ключом, накидным, чем хочешь. Что удобно в случае работы в труднодоступных местах. Ну и запакуем в контрацептив. Зачем? Сейчас объясню. На самом-то деле, объяснение очень простое. Гараж у знакомого, о котором я вам рассказывал, кратенько, находится около лодочной станции. Когда-то давно на этой лодочной станции в нашем городе сохранялись метеоры, ракеты и тому подобный лодный транспорт. Сейчас это все ушло в бытие, к сожалению. Но да ладно. Ну так вот, в этом гараже влажность просто колоссальная. Оставишь отвертку на сутки, утром она уже ржавая. Хотел этот мой кент переехать в другой гараж, но по некоторым причинам нынешним это не удалось ему сделать. И я же его подтроллю. Размещу в презервативе этот самый наш инструмент, который я ему изготавливал. У него некоторые инструменты, к слову, так и сохраняются. Между прочим, именно он имеет непосредственное причастие к восстановлению вот этих ножниц по металлу. Посмотрите видео, классное получилось. Ссылочка сейчас появится. В общем, я его таким образом подтроллю. Он любитель сохранять всякие штуки-дрюки в контрацептивах. Пусть прожжет. А может так оно и останется у него. Хранится. Гвоздик прибьет на стену и подцепит. И будет вспоминать меня. И пользоваться изготовленным ему инструментом. Но посран. Пока.